И снова о нашем военно-морском флоте, его нуждах и чаяниях. К основным проблемам ВМФ РФ можно отнести малое количество больших надводных кораблей дальней морской и океанской зоны, а также фактическое отсутствие кораблей авианесущих. Многострадальный таврк «Адмирал Кузнецов» находится на модернизации, сроки которой непрерывно растягиваются. Данная болезненная тема является предметом постоянных жарких дискуссий, вот и мы сейчас подольем немного масла в это пламя. Если посмотреть на количество и возраст наших крейсеров, то цифры вызывают уныние. Тарк Петр Великий спущен на воду в 1989 году. Флагман Северного флота вскоре уйдет на глубокую модернизацию, которая должна продлить его срок службы и повысить боевую эффективность. Его сменит второй наш тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов», спущенный на воду в 1986 году. Этот корабль формально с 1999 года стоит на ремонте, но реально он начался только в 2013 и продолжается по сей день. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», спущен на воду в 1979 году. Его собрат по проекту 1164 крейсер «Варяг» 1983 год, стоит во главе Тихоокеанского флота. Третий и последний наш «Атлант», ракетный крейсер «Маршал Устинов», входит в состав Северного флота. Это самые наши крупные и боеспособные корабли Дальней морской и океанской зоны. Как видно, все они достаточно возрастные и нуждаются в глубокой модернизации. Проект атомного ракетного эсминца «Лидер», который должен был заменить крейсера советской постройки, положен под сукно из-за чрезвычайной дороговизны – 100 миллиардов рублей за одну штуку. Еще грустнее становится при взгляде на наш единственный авианосец – адмирал Кузнецов. Во время похода в Сирию Таврк показал себя не с самой лучшей стороны, а после едва не утонул во время планового ремонта из-за ЧП на судоремонтном заводе. Несколько оптимистичнее выглядит ситуация с универсальными десантными кораблями проекта 23900. Два таких УТК с полным водоизмещением в 40 тысяч тонн заложены и строятся в Керчи. Они смогут использоваться не только для перевозки десанта и боевой техники, но и для базирования вертолетов в количестве до 16 единиц, а также БПЛа. Для ВМФ РФ появление таких вертолетоносцев будет большим позитивным шагом вперед. Однако следует учитывать, что ввод их в строй ожидается только на рубеже 2027-2028 годов, а также то, что каждый такой УТК, являясь ядром корабельного соединения и его командным штабом, нуждается в кораблях сопровождения и их постоянной защите. По скромному личному мнению автора строк, ВМФ РФ нуждается не только во фрегатах проектов 22350 и 22350М, но и в более крупных ударных кораблях Дальней морской и океанской зоны, а также в авианесущих кораблях. Тяжелые авианосцы с атомной силовой установкой типа Немица или Ульяновска нам не по карману, да и задач для них пока что нет, поэтому компромиссным вариантом было бы создание серии из двух-трех легких авианосцев водоизмещением в 40-45 тысяч тонн и авиакрылом до 40 летательных аппаратов. Об одном из возможных проектов, что удовлетворяет данным требованиям, мы подробно рассказывали ранее. Но, как известно, авиация авиации рознь. Хотелось бы поговорить о таком довольно перспективном направлении, как корабли-дрононосцы. Первыми стали присматриваться к БПЛа в качестве беспилотной авиации морского базирования, разумеется, американцы. Дроны могут быть тактическими, оперативно-тактическими и стратегическими или высотными большой дальности. Их задачами являются разведка и целеуказание ударным комплексом вооружения, дальняя разведка и наблюдение, а также разведка и подавление комплексов ПВО противника, провоцирование его систем наведения на включение активных каналов. По мере развития данных технологий на БПЛа будут возлагаться все новые задачи. Видовая и радиотехническая разведка, радиоэлектронная борьба, борьба с надводными и подводными целями, противовоздушная оборона, поиск минных полей и минных банок, а также поддержка десантных операций. В общем, у беспилотной авиации корабельного базирования большое будущее. При этом БПЛа дешевле и компактнее, чем самолеты, и для них не требуются пилоты, которых необходимо обучать и натаскивать долгие годы. Естественно, что ВМС США успели продвинуться дальше всех на данном направлении. Отметим, например, БПЛа вертолетного типа РК-8А и МК-8Б, а также беспилотный конвертоплан Игл-Ай Хви-911. Наработками американцев в области морских разведывательно-ударных дронов очень заинтересовались их европейские союзники. Стоит упомянуть о грандиозных планах, которые строит Анкара. В конце 2021 года ВМС Турции получат свой собственный УТК под названием «Анадола». Изначально предполагалось, что легкий авианосец будет оснащаться истребителями пятого поколения F-35, но из-за политических разногласий Вашингтон отказал президенту Эрдогану в их продаже. Оказавшись в неудобной ситуации, турки начали импровизировать и нашли весьма удачный вариант разместить на своем универсальном десантном корабле от 30 до 50 ударных БПЛа «Байрактор ТБ-2». Производитель в настоящее время создает их палубную версию, а прославившиеся в последних компаниях дроны смогут использоваться для разведки воздушных ударов по береговым целям со слабой ПВО, а также как носитель гидроакустических буев для поиска вражеских субмарин. Как видим, нужда заставила Турцию де-факто создать первый корабль-дрононосец. При этом Анкара пока не отказывается от планов по строительству полноценного большого авианосца, предположительно, по британскому проекту. А что может ответить на это своим потенциальным противником ВМФ РФ? На самом деле, варианты кое-какие имеются. С одной стороны, да, мы порядком отстали от США и их союзников в области БПЛа, но в последние пару лет тут случился заметный прорыв. У нас появились ударные дроны Orion, которые могут составить реальную конкуренцию турецким Bayraktar TB2, разведывательный Altius и сверхтяжелый ударный S-70 «Охотник». Последний, к слову, может быть использован в паре с истребителем пятого поколения Су-57, как ведомый. Это означает, что Россия начала догонять конкурентов в области беспилотной авиации и уже сейчас представляется целесообразным в создании морской версии данных дронов. С другой стороны, Аморячина и БПЛа смогут базироваться на обоих строящихся российских УТК и даже на Адмирале Кузнецове после возвращения его в строй. При желании в качестве носителей дронов могут использоваться легкие авианосцы, о которых мы упоминали выше, если все же будет принято решение об их строительстве. Благодаря этому авианосцефобы могут перестать переживать из-за высокой стоимости авиакрыла палубной авиации, ибо БПЛа ощутимо дешевле самолетов. Возможно, в перспективе морская версия «Охотника» сможет взаимодействовать в паре с истребителями, повысив их эффективность. Но это еще не все варианты для ВМФ РФ обзавестись авианесущими многофункциональными кораблями. О том, что у России есть один давний проект, который может получить сегодня новую жизнь, написал в статье для Центра международной морской безопасности СИМСЭК, польский военный эксперт Пшемыслов Зимацкий, который внимательно следит за достижениями отечественного ВПК. По его мнению, противолодочный крейсер вертолета-носецпроекта 1123 может быть оптимальной платформой для размещения палубной беспилотной авиации. Сегодня, когда полноразмерные авианосцы становятся все более уязвимыми из-за дальнобойных ракет, в том числе наземного базирования, проект типа «Москва» может вновь появиться из тени истории. Они были либо хорошо вооружены, либо могли легко увеличить свое вооружение, имели относительно крупные полетные палубы и ангары. Давайте в общих чертах вспомним советский проект 1123 «Кондор», который предшествовал кречетом и последовавшими за ним таврк типа «Адмирала Кузнецова». Было построено всего два крейсера вертолетоносца «Москва» и «Ленинград» для нужд противолодочной борьбы и придания боевой устойчивости силам ВМФ СССР в дальней морской зоне. Корабли имели полное водоизмещение в 15 280 тонн и довольно необычный внешний вид из-за широкой задней палубы, где могли базироваться сразу 14 вертолетов. Но помимо противолодочных вертолетов, «Кондоры» также несли достаточно серьезное зенитно-ракетное и противолодочное вооружение. Но имеет ли смысл возвращаться к давно забытому проекту? Не исключено, что некоторый смысл в этом имеется. При условии модернизации под современные условия крейсера проекта 1123 могут быть оснащены мощным ракетным вооружением. Его корпус позволит разместить не менее 96 универсальных пусковых ячеек для калибров, ониксов и цирконов. Это получатся серьезные крупные корабли дальней морской и океанской зоны, сопоставимые по ударному потенциалу с американскими «Орли-берками» и приближающиеся к «Текандирогам». Но при этом они будут превосходить их по функциональности за счет возможности размещения авиакрыла. Это могут быть как противолодочные вертолеты и вертолеты ДРЛО, так и БПЛА, разведывательные и ударные, о которых мы говорили выше. Сравните сами, на УТК проекта 23900 сможет разместиться до 16 винтокрылых машин, а на Кондоре 14. Почти вровень, но при этом универсальный десантный корабль де-факто беззащитен. Его надо охранять другими кораблями. А крейсер проекта 1123, вооруженный противокорабельными и крылатыми ракетами, сам по себе представляет серьезную боевую единицу. По сути дела, будучи адаптированными под современные реалии, Кондоры смогут закрыть провал ВМФ РФ и по большим надводным кораблям Дальней морской и океанской зоны, и по вертолетоносцам, и одновременно занять перспективную нишу дрононосца, частично компенсировав отсутствие у России авианосцев. Продолжение следует...